Пришел с обращением, потому что очень-очень-очень напряженная остановка сейчас. У нас наши дети сидят на передовой и с ними обращаются, можно сказать по-русски, по-свински. Нету еды. Самое первое. Не говоря, что о военном служении уже. Нету еды. Дают полтора литра на два дня, на два человека. Это может такое быть? Воды. Воды какой-то нету. Не говоря уже о хлебе, о чем-нибудь тушенке. Ну, пачкай, пачкай. Попробовали куда-то обращаться? Уже было. Писали письма в прокуратуру, в военную прокуратуру. Да везде уже обращались. Ответы какие-то получили? Ответов нет. Они сами не знают, где они находятся. Сегодня, спустя девять суток, он мне позвонил первый раз. Боже мой, а что с тобой? Я не сбросил, связь, видимо, барахлит. Ага. Вот, а по нам сейчас, не знаю, к парням подойду, они что-то ходили, там решали, блядь. Что там вообще сказали, что мы якобы здесь вообще не числимся, нахуй. Да вообще, тут такой, блядь, вот. И все, у нас, как давай, нахуй, кассетами, точка у, нахуй, нахуй. Все, мы обратно, нахуй. Кое-как выбрались, целый день в деревне, короче, под обстрелами, за домами гасилися, нахуй. Все ближе к вечеру, короче, решили, блядь, вообще всей бригадой, нахуй. И короткими, нахуй, группами, перебежками, короче, с лесополосу обратно, нахуй. То есть к вам относятся, как к пушечному мясу, и все. И ни хуй никому ничего не надо. Там, я тебе говорю, мы уже три раза пи*** получили, нахуй. Я еще даже ни одного патрона не стрельнул, потому что мы даже противники еще не видим. Они 6-го числа уехали из Миллерово под Красный Лиман. В первый же день там несколько человек из Серово подорвались на мине. И вот эти вот мальчики, которые сейчас находятся в госпитале, говорят, что у них командир сказал, что мужики, там живое мясо, дай бог, чтобы 30 процентов, то есть не от вас, а от ваших тел, даже вернется обратно. Не помню чуть-чуть сил. 10 дней не выходят на связь, мы не знаем, где он жив, он нет. Ничего не известно. Он тоже в 55-й? Да. Погодовки никакой не было, учений никаких не было. За две недели нахождения в платочном лагере всего два раза выезжали на стрельбище. И то, когда приезжал телеканал. Телеканал уезжает, сворачивают шмотки и уезжают обратно. Ни еды, ни воды, ничего нет у них. Обучения никакого не было. И это все 55-е мотострелковое. Их сегодня обстреляют уже из таких оружий, из точки У, которая говорит, бежать, и все, тебя просто догоняют. И все, это что? С чего они? С автоматом должны на это идти? Куда они должны идти? Больше ничего, никакой техники нет. Стоит один танк, на который он даже не ездит, потому что нет дизеля. Вот что он стоит? Просто стоит. Что им делать-то? Куда? Бежать? Они все оттуда вышли. И сейчас там стоят и не знают, куда им идти. К своим. Если они даже не знают, в какой стороне они находятся. Просим нам помочь, нас услышать, проверить в этом направлении, как происходит оснащение вооружением, как доставляется гуманитарная помощь, как работает командование, и вообще есть ли оно там. Гуманитарная помощь до них не доходит. Приходили только, ну там что приносили, сказали. Десять пар мостов. Да, десять пар мостов. И так и открыто, и тесно говорят, не посылайте гуманитарную помощь сюда, потому что все гуманитарную помощь забирают офицеры. До них ничего не дошло. До них ничего не дошло. И когда кинули в бой, все, что у них были, с собой рюкзаки, которые мы давали, там собирали вещи, их погрузили в кузов и увезли. С 5-го числа последний раз выходил на связь из Миллерово. Сказал, что завтра увозят, и все. И мы не знаем никакой информации, о какой части. Это вот Щекотов Александр, 29-го века. Клементьев Андрей, мобилизован 29-го числа. 6-го числа последний раз выходил на связь из города Миллерово. Все больше на связь не выходил, ничего не знаю. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Сам БМКО сказал, что всю информацию мы узнаем только от нас, от родителей. Давайте сами, звоните нам и говорите, сообщайте нам. То есть вот так вот говорит военкомат, отвечает. Еще есть такая информация, что техники нет, туда не приезжают. Про еду слышала, что также от наших сослуживцев, от тех, кто там, выдали картошку и воду. Картошку, что с ней делать? Грызть сырую, потому что костры там жечь нельзя. То есть вот это еще по еде. По поводу двухсотых никто не забирает. Парни, проходит время, а сами там их закапывают. А для правительства они считаются без вести пропавшими. Трехсотых тоже носят на себе сколько могут, потом они двухсотятся. Такого лечения там нет. Мы же забрали все мешки. Все, что они брали с собой, их заставили оставить в окопах. Даже бушлаты и то их заставили оставить. Потому что им сказали, мы привезем вам позже. Так ничего не привезли. Так ничего и нет у них. Без еды, воды, одежды и всего этого. Без боеприпасов, без оружия они там находятся. То есть вы последняя надежда своих родных. Да, поэтому мы здесь обращение делаем. КОЙЗА! Мы можем принять меры предстоящего. КОЙЗА!